Мы идем по лесу, по вершине горного какого-то массива. Немножко мы затерялись. У нас есть компас. Вот мы идем сюда, на эту игру Клобук, первый раз. Василий Тимофеевич тоже первый раз. Идет, куда мы едем. Тут идти, так, фурачку поправить. Идти здесь хорошо, солнце не шмалит. Воздух супер. Великолепный воздух. Как жаль, что вас, уважаемые наши зрители, нет с нами. Здоровье восстанавливается. Мы начали спускаться с горы. Ноги утопают, ноги утопают в листве. Сейчас я себе палочку сломаю. Наверное, вот это вот. Так лучше идти. Дикие места. Здесь человек не ходил лет 20-30, может 100. Может по этой тропе никто не ходил уже и тысячу лет. Человеческих следов вообще не видно. Спускаться трудно. Вы знаете, наши дорогие зрители, что когда идешь с горы, забиваются ноги, то есть очень устают ноги. Когда идешь в гору, тогда забивается дыхание. Это непреложный закон гор. Зашли мы далече. Сейчас идем по устью ручья. Он небольшой, но нам надо его перейти. Тимофеич пытается залезть на гору. Сейчас будем штурмовать эту горку. Зашли мы в заросли папоротника. Дикие места. Заблукали чуть-чуть. Пробираемся через папоротники. Задосли мы слоем. Задосли. Задосли. Белый, что? Ужас. Попробуем. Задосли. Лучше. Время. мы вышли на полянку сейчас пол первого и вот мы вышли по сути дела почти под дождью рык лобук и нам надо вот на эту вершинку забраться но для того чтобы забраться вот сюда добраться сюда нам еще надо наверно час-полтора туда идти а там мы уже будем по тропам по каким-нибудь взбираться вверх сейчас отдохнем здесь выпьем водички перекусим чуть-чуть и вверх пойдем вместе матче чем решили передохнуть расстелили вот таки до каремат и расстелили вот я хочу вам показать труд майка вернее футболка мокрая полностью вся я ее сушить поставил сам переоделся в курточку сейчас буду отдыхать пейте воду в меру пока только мы с вами идем сейчас вот подходим к горе клобук вот это перед нами это гора может как видите обошли и немножко мы направляемся дальше в горах прямо не пойдешь только вот такими вот так этот зигзагами можно идти и так и вроде как бы дольше но так гораздо быстрее менее утомительный давид красивый вид красивых караб там все уже на гору на эту троп уже никаких нет почти под 45 градусов идем тяжело каждые 10-15 метров останавливаемся а вот передыхаем я сейчас тоже остановлюсь говорите и идти тяжело забрались мы к высоковольтной линии тяжело конечно идти но ничего нам тут остался еще вверх пройти наверно метров 200 так что идем дальше на часах 15 часов 10 минут мы взобрались на вершину горы который называется клобук большой клобук большой клобук да это вершина у местных жителей славится каким-то там чем она славится место силы но это это даже не местные знают это он короче как говорит товарищ патриарх всея руси кирилл сакральное место но не скрепы да сейчас мы сделаем фото на фоне флага нашего корпоративного как бы на память федорович признаемся честно тяжело было подниматься на карачках местами по-другому невозможно да впервые вот за все эти года как я хожу на в горы впервые у меня начали судороги в ногах то в правом потом то в левом ну такое дело давно не ходил для 10 уже не ходил по горам ну поэтому будем на лист вать все мы пошли на вершину фотографироваться а да вот наше место сейчас я покажу немножко ниже и на хамон не на самой вот вершине вот вершина воде не на самой вершине будем делать я немножко ниже вот в хорошем таком месте вот мы тут разобьем палатку вот мы вышли на вершину Горы Клобук Большой Клобук вернее Вон наш лагерь Видно Немножко ниже Интересное сооружение Да Это или искусственное Или это естественное Это естественное Вот вершина По сути дела Удивительно что здесь нет геодезического знака Обычно вот такие гор Должен быть геодезический знак Но это Возможно это Не самое Да Корпорация Спектр Достили результата Это наша первая вершина В этом походе Вот так мы обустроили Нашу палатку Хорошо Вроде надежно Защитили ее от возможной росы Дождя И так далее Комары просто Обкусывают Они голодные здесь Мы взяли Мази Взяли Кремы Взяли Аэрозоли И вроде как бы должно Все быть нормально Без 27 Вечера сейчас Мы Сейчас находимся С Тимофеевичем В палатке Перед этим Были выключены Наши мобильные телефоны Потому что Была очень сильно Гроза Била молния Или молния Да Прямо над нами Рядом с нами Ну Недалеко Скажем так Аж Аж уже Позакладывала Вот Ну сейчас Гроза прошла А дождик Еще идет Уже начали Птички петь Но это значит Скоро дождь Закончится И мы сможем Выйти из палатки Опять разжечь костер Приготовить ужин Поужинать Поболтать Вспомнить Старые наши пожарные дела Костер я думаю Дождь не затушит Там жара много было Да Да И сухого всего Много Тут хоть оно и подмокло Но ничего Вот Да и будем Утром Поднимемся Рано утром Будем спускаться Оно как раз И протряхнет Да Нет Они такие мокрые Да Хотя по-любому Там Кое-где переходить Понятно что Да пока дойдешь В другой раз Поднимаешься Промок Пока Поднялся до конца И высох уже Было и такое Вечер Горит костер Подбрасываем Дровишки Только что Покушали Тут Такая нехитрая еда Но еще Светло Теплый ветер Сколько сейчас Тимофеевич Градусов 20 Не 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 Ну что 18 18 градусов Но тепло Вот честно Тепло И костер горит И душевные беседы И воспоминания Старых пожарных И о службе И о работе бывшей И о бизнесе Мы с Тимофеевичем Вместе работали В корпорации Спектр Хорошо Чистый воздух Ну правда с дымком Чистый воздух С дымком Ну приятно Да приятно Приезжайте И наслаждайтесь Такой жизнью Субтитры создавал DimaTorzok